Всем доброго времени суток, с вами как всегда Жи и сегодня предлагаю вам принять участие в клановой войне с 8 танхола. Итак, поехали! Еще раз всем огромный привет, ребят! Сегодня мы играем на 8 танхоле и сегодня мы будем атаковать на клановой войне. В нашем распоряжении абсолютно фуловая восьмерочка, я уже показывал тысячу раз, покажу в тысяча первой. Фуловая лаба, фуловые банки, фуловый герой 10 уровня. Ребят, для сноса первой базы я подготовил следующий микс, это так называемый чемпионский микс, ну в моих кругах он так называется, потому что именно этим миксом мы шли в чемпион. Это 1 галем, 2 пеки, 8 валик. По остальным юнитам, конечно, можно раскидывать все самому, то есть индивидуально, в индивидуальном порядке. Тут есть хокновый монкрепости клана, есть 8 визардов, есть 4 бомбера, есть 11 луков. По баночкам, конечно, все абсолютно банально, это 1 хил, 1 рейдж и 3 тряски, то есть мы атакуем через землетрясение на восьмом танхоле. И вариантов баночек тут на самом деле немного, единственное что, в крепость клана я решил взять хогов, потом посмотрите уже почему, и там я попробую объяснить, почему я беру хогов в крепости клана. Обычно сюда залетают также валькирии. Итак, ребят, что мы сегодня будем делать и какие номера мы будем атаковать? Первая атака, мы будем закрывать 13 номер, вот этот вот о мио гет рект, прикольно, млг чел какой-то. Ну мы находимся на кавашечке, кстати, по 13 номерам, то есть будем закрывать первой атакой свое зеркало, а вот уже второй атакой я, наверное, буду закрывать либо 11 номер, либо какой-нибудь там повыше номер, может быть 8. Короче, посмотрим, потому что восьмерочки тут кончаются, остальные номера уже закрыты на 3 звезды, ну и будем смотреть, короче, что мы сможем проатаковать. Ну первая атака, как я уже и сказал, это будет атака на 13 номер. Давайте я вам покажу, что там за восьмерка, это вот такой вот тх8, практически фуловый по дефу, но еще не фуловый. Охраняет эту базу 10 кинг, крепости клана тут на что? Крепость клана, видимо, только драконом представлена, потому что крепость клана до конца не забита, 20 из 25 мест. Это довольно-таки странно, что будет по плану на атаку? Ребят, по плану на атаку следующая картина. Первое, что я, конечно же, сделаю, это выманю крепость клана, потом сманю ее куда-нибудь более-менее на край карты, Ребят, нам либо уже под големом, мы уничтожим крепость клана, либо с помощью лучницы, с помощью визарда, но скорее всего под големом. Атаковать я буду снизу, с 5, наверное, часов, потому что хочу снести из предзахода башню бомбежку, чтобы она мне потом не угрожала и моим хогам не угрожала. Трясочки буду скидывать вот в эту вот область, открывать вот эти вот секции. Ну и в результате, по идее, из предзахода вынесу довольно-таки много зданий дефа. Хоги мне тут нужны чисто для того, чтобы помочь валькириям, потому что валькирии могут разделиться, валькирии могут пойти не туда, а хоги как раз-таки мне помогут с уничтожением каких-то зданий дефа, которые мне будут мешать. Главное, чтобы они не вылетели на пружинках. Ладно, ребят, короче, давайте уже пойдем в атаку и хватит вас уже мучить своей болтовней. Итак, отправляемся в бой, проверяем все по войскам, все сходится, все окей. И поехали. Итак, ребят, насколько я помню, можно выманить тут крепость клана даже без помощи всяких хогов. Да, с помощью лучниц это прекрасно тут делается, и там действительно находился всего-навсего один дракон. Давайте скидывать трясочки, трясочки, как я уже и сказал, буду скидывать вот в эту вот область, но уничтожать крепость клана я действительно буду, наверное, на големе. Либо на пеке. Давайте на пеке лучше это сделаю, потому что голема идет чуть-чуть дальше, а мне надо с помощью визардов аккуратненько тут все снести. Итак, запускаю голема, запускаю визардов, запускаю пек, раскидываю все это дело, ну и теперь надо подорвать забор. Запускаю бомберов тут, запускаю бомберов там. Там у меня умирает пека, поэтому туда у меня пойдет еще также и кинг. А в эту область я буду накидывать своих валькирий. По баночкам буду ждать как можно, как можно дольше, чтобы как можно позже скинуть баночки. Рейджик уже оформлен на кинга, чтобы валькирий под рейджом быстро его убили, но они, к сожалению, были не под рейджом в этот момент. И хил отправляю как можно вообще дальше, чтобы валькирий под хилом уже выбегали в какие-то следующие секции. Что у меня там по способности кинга, кинга я использую. Что у меня по крепости клана, что у меня по моим хогам. Хогов можно уже выпускать сверху, главное, чтобы там не было никаких гикбомб. И уничтожим мы эту лишнюю башню луков, которая там ну реально очень и очень сильно моим юнитам мешает. Лучницы раскидаю на крайние какие-то здания, чтобы уничтожать мирные уже строения. Хоги подрываются на гикбомбах, но хоги сильные, хоги седьмого левела, поэтому даже одна гикбомба никакой угроз для них не предоставляет. Там надо, наверное, штуки три гикбомбы, чтобы все эти хоги умерли. В результате, ребят, первая атака на изи проведена, то есть хоги все живы. Кинг жив, голем не развалился, пека один жив, в валькирии тоже живы. Короче, с большим-большим запасом мы тут оформляем трешку, полторы минуты времени тоже в запасе. Короче, изи бризи, новый рекорд, три звезды. Вот такая вот, ребят, первая атака. Давайте сразу приценимся к тому, что мы можем сносить уже второй атакой. Единственное, что надо будет подождать, так это нашего кинга, который будет отлеживаться сейчас на своем лежачке. Тут какая-то атака идет на Нубаса. Достаточно странная атака, 14 гигантов, 30 визардов под тремя хилами. Ребят, посмотрите под перемоточкой, наверное, эту атаку, я не знаю. Тут на самом деле довольно-таки слабенькие здания дефа стоят на базе нашей. Но с другой стороны, блин, это гиганты под визардами, под тремя хилами. Что-то мне кажется, что тут будет небольшое фиаско. Ну, в принципе, треха возможно. Сейчас узнаем, что тут произойдет на самом деле. Лично у меня складывается такое мнение, что никнеймы игроков надо поменять местами. Потому что парень израсходовал все три хила еще на стадии атаки, когда можно было вообще еще не скидывать эти хилы. Боже мой, чел уже остался совсем без хилов. И реально, атака загибается. И, ну, на самом деле, надо никнеймы поменять местами, потому что атаковал реально какой-то Нубас. Досматривать мы этого же дела не будем. Тут будет двушка. Визард уничтожит тоннхол. Ну, а далее, конечно же, все эти гиганты будут уничтожены. И у гигантов нет ни малейшего шанса. И что еще более интересно, Визард умирает и тоннхол не добивается. Ну, реально, это полная фиаско, одна звезда. Какие нафиг гиганты, какие нафиг Визарды с такой раскидкой баночек. Боже мой. Ладно, это мы только отвлеклись на какую-то ерунду, а вообще мы выбирали оппонента для второй атаки. Что у меня, ребят, за второй микс? Второй микс у меня вот такой вот. Это два голема, одна пека, семь валькирий. Есть еще юниты на раскидку, есть юниты на предзаход и по баночкам хилу рейдж тряски. Давайте сразу же закинем запрос на валькирий. Валькирии плюс тряс. Если что, закину себе сам с девятого тоннхола все это делать. Что у нас тут под одиннадцатым номером? По-моему, что-то скучное. Я хотел повыше залезть. Да, тут какая-то стрёмненькая база, непонятная вообще. Ее пусть кто-то возьмет на три звезды легчайше. А я хотел проатаковать, по-моему, восьмой номер. И у нас тут, ребят, вот такой вот девятый тоннхол. Я тут претендую на двушку. Буду заходить валькириями сверху. Големы валькирии. Короче, постараюсь прорваться в центр и взять красивую двушку. Ну, как там будет по процентам? Может процентов 60 мы возьмем. Если будет 60 процентов, я в принципе буду доволен. Вначале буду выманивать крепость клана, скорее всего. То есть буду заморачиваться на этот счет. Буду сманивать эту крепость клана наверх. Куда-то на големчике все это дело уничтожу. Но далее будет у меня раскидка юнитов, как обычно. И валькирия буду пулить в центр. Подождем, пока у меня залетит крепость клана. Ресница кинг, если он, конечно, еще не реснулся. И пойдем уже в атаку. Вот и крепость клана, а кинг резается. Ладно, ребят, через пару секунд увидимся уже в атаке. Итак, ребят, что-то я нажал в бой и забыл подрубить видеоролик. Короче, да, мы уже в атаке находимся. Сейчас будем пробовать проверить крепость клана. Отлично, крепость клана выманивается. Стандартная крепость клана для девятого танхола. Два шарика, дракон. Сейчас будем сманивать все это дело на край карты. Не сказал, а на стадии планирования атаки, где буду скидывать трясы. Трясы буду скидывать в эту область. Заодно буду козать танхол и арбалет. Можно было, наверное, цепануть и второй арбалет. Но я что-то лучше вот проверенным образом скину трясочки. Открой интересующие меня секции. Так, дракон уже дошел до конца. В принципе, ну давайте мы его подальше сманим. И, пожалуй, уже будем скидывать големчиком. Пошел големчик, пошла парочка визардов. Пошли у меня тут парочка лучниц. Так, тут у меня пойдет еще один голем. Парочка визардов. А тут у меня пойдет пека и один визард. Так, что у нас там по крепости клана? Живут, живут до последнего шарики. Поэтому придется запулить еще туда и кинга, чтобы продолжал танчить. Сейчас подорвем внешние секции забора. Отлично, уже можно пулить валькири в центр, в принципе. Пошли вальки, пошли вальки из КК. Главное, чтобы сейчас кинг как-то тупо не сагрил наших валькирий туда, куда нам не надо. Рейджик в центр отправляю. Кинга вражеского сметает просто на изи. Хилл в центр отправляю. Короче, легкая двушка на самом деле тут будет без каких-либо особых проблем. В центр вальки забежали. Ну а дальше танхол падает. И, конечно, у базы против нашей двушки шансов никаких нет. Что будет тут по процентам? Ну не знаю, может быть процентов даже 70 мы набьем. Я как-то смотрю, что валькири очень легко по секциям продвигаются. Забор вскрывает просто как какое-то масло. И на самом деле тут будет по процентам все достаточно жирно. Даже больше, чем 70%. И я так смотрю, что в принципе, если бы я каких-нибудь хогов крепости клана взял, то можно было бы тут и трешку оформить, наверное. Прикольненько, прикольненько. То есть по зданиям дефа реально остается буквально ничего. Две пушки, башня визарда и башня луков. То есть реально, если бы взял хогов крепость клана, то возможно, возможно, это не 100% информация, можно было бы тут оформить и три звезды. Ну а так мы имеем просто большое количество процентов с этого девятого танхола. 82. Как я считаю, неплохо. Если была бы надобность фарм и ресурсов, подфармили бы неплохое количество ресов с этой атаки, потому что реально закрыли. Потому что атаковали восьмой номер. Ладно, ребят, вы короче досматривайте атаку, а я уже буду готовиться к финалочке. К сожалению, лучницы не успевают добить сборщик золота 85%. Что ж, это выше тех ожиданий, которые у меня были на эту атаку. Это здорово. Вот такая вот, ребят, атака. Двушечка, ну и собственно, ну трешку я тут нигде не мог взять. Ни с какой базы, скорее всего. Поэтому решил протоковать восьмой номер. Чисто для интереса, чисто чтобы показать вам силу миксов вообще на восьмом танхоле. Что даже вот такие вот девятые танхолы без проблем падают на двушечку. И вы видели даже, что в принципе, если провести, наверное, атак 5 на эту базу, то, наверное, можно подобрать такой исход событий, чтобы вообще трешку с этой базы взять. Ну это просто какой-то нонсенс на самом деле. И реально было бы просто большим-большим везением, если бы тут трешка была. Ладно, ребят, в общем и целом, сегодня протоковали на восьмом танхоле на клановой войне. Взяли три звезды со своего зеркала с достаточно сильной восьмерки, причем на изи. Но потом провели уверенную атаку на девятый танхол. Взяли двушку, как и ожидали. То есть все по плану пошло. Восьмой танхол. Я тебя люблю. У тебя тут все просто. У тебя тут все понятно для меня. Ладно, ребят, в общем и целом, на сегодня это все. Надеюсь, видеоролик вам понравился. Если же это так, то было бы очень круто, если бы вы поставили под это видео свой царский лоис. Подписались на мой канал, если еще не подписаны. Но с вами был Жираф. Всем огромной удачи. Никогда не болеть. Заглядывайте на прямые трансляции по вечерам в восемь часов. По московскому времени они проводятся. Ну а на сегодня это все, как я уже и говорил. Всем удачи. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok